В этом видео мы поговорим о плагине для Maya Kaifur. А конкретнее о том, как запечь волосы созданной в Ornatrix на скальп и при этом получить все нужные карты для Real-Time буквально за 1 клик. Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге. Записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Рожжевываю все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1$, который дает доступ к закрытому Discord-чату. Где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media & Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на листезионном софте. Также отдельная благодарность компании EFIR. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись в Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и конечно же форум. Если Вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик. Напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DDD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями. И туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Всем привет! Как я обещал, записываю кайфур скальп, то есть как запекать скальп в кайфуре. И сразу же Вам нужна будет сцена, которую я уже выложил на патреон. Здесь выбираем сцена, тех и Вы найдете сцена для TimeHare, Maya 2020, Alnatrix 3. Когда Вы откроете сцена, Вы увидите такой вот объект. Ну, это тот объект, который я показывал в VIP по RealTimeHare. Включаем Alnatrix, у Вас будут выключены модификаторы. Это я сделал для того, чтобы сцена весила, во-первых, меньше, во-вторых, быстрее загружалась у Вас. Вот. Поэтому включаем все модификаторы, как есть. Тут 120 000 волосков, как Вы помните. Small Surface, Lens, 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 Lens. Единственное, в Clump нужно будет нажать Create Clumps обязательно, чтобы они применились. Freeze, Generate, Clump. В общем, все это включаем, кроме UE4. Вам не нужно, потому что в Unreal Вы не кидаете. После чего это все дело запекаем. То есть нажимаем Collapse Up to Here. У Вас появится... Блин... Да, ну ладно. Тут неважно количество волос сейчас. Вот, у Вас появится такой объект. Все отлично, Scalp есть. Теперь запускаем KaiFur, как обычно. И у Вас появится такая иконка. Ну, Вы уже знаете. Здесь есть Scalp Backing Tool. Есть его открыть. Запустится как бы такой интерфейс. Назовем его так. И смотрите. У Вас первое, что нужно сделать, это выбрать папку проекта. Нажимаем Current Project. Я указывал KaiFur. Ну, Вы помните, я уже объяснял. Затем Select Annex Gen Scene. Current Scene. Это будет короче, сцена, которая с Arnatex. Не обращайте внимания. Флориан все сделал. Под Arnatex я его просил. Потом выбираем цвет, который Вам нужен. Пускай будет Medium Brown. Добавляем. После чего выбираем Ваш Asset. То есть в этой сцене будет Furball. Нажимаем эту иконку. Чтобы применить этот шейдер. И запекание уже включить. А затем Вам нужно EviTargetMesh. Это Scalp. То есть Scalp New. После чего Select Descriptions. То есть Вам нужно выбрать Description. Это Arnatex. Он называл Description, потому что в XGEN он называется Description. И Select Albedo Shaders. Выберется шейдер, который назначен на данную голову. Затем у Вас будет Selector Underlayer. Здесь выбираем все, потому что могут у Вас просить их запекать. То есть я делаю вот так прям. Вот Desk. Единственное Desk ID Map я помните, да? А, ну хотя у нас по группам тут нет. Все, в принципе все. Больше ничего не трогаем. После чего выбираем Select Resolution 1248 будет достаточно. Render Quality Low. Но это не имеет значения, потому что я лично настраиваю GPU. Вот, поэтому здесь я ставлю 4.30. Для превью Вам я покажу 4.4. И даже выключу этот вот просто так. Все. После чего на Normal Offset обычно я ставлю не больше 10. Это объясню, что это. Это Cage, который вверх поднимается и захватывает. Здесь у Вас длинные волосы. Вот, но смотрите, тут момент в том, что для скальпа в большинстве случаев Вам не нужны такие длинные волосы. Поэтому, что мы сделаем? Back it here. Назначим Anatrix Length. И Use Scaling. Set Absolute Length. Все. У нас единица вот такой вот скальп. Да, тут будут моменты. Но это пример. Понимаете? Вам не так важно это все. Можно потом это поправить при желании. Можно вообще уменьшить. Вот так вот. То есть вот такой вот скальп мы будем запекать. Естественно, там можно поправить, но я сейчас не буду на это тратить время. В принципе, достаточно для подложки такого вот результата. А, да, мы же там маски делали. Ладно, это нужно было делать по-другому. В общем, запечем вот так, как есть. Хотя, группы сохранились-то, поэтому Anatrix Length я уменьшу седьмую группу. Седьмая была группа. По-моему, седьмая. Шестая. Я уже честно не помню. Тут, по-моему, группа и не перенеслись. Ну ладно. Неважно, в принципе. Ну вы поняли, нужно было уменьшить, чтобы не запекалось вот это вот дело. Ну, сейчас главное вам понять принцип, а это все вы сможете сделать, поэтому я просто покажу принцип запекания. Нажимаем Bake All. В итоге у вас запустится рендер с такой вот вылетающим окном. Несколько раз оно будет вылетать. Что значит, что идет процесс запекания. Ну, с четверкой на GPU тут можно подождать. Если у вас слабая GPU, то на CPU пеките. Там уже вот эти пресеты low, high и так далее работают. Вот. Сейчас запекутся все мапы, они пекутся в XR, то есть формат не выбирается. Вот, в принципе, нет, еще не запеклось. Посмотрим сейчас. Все, оно выделится, вот когда запеклось, все выделится. Вот там, обращайте внимание на этот момент. Смотрите, open results. Открываем, откроется папка. Sculpt new и здесь будут все XR. Я их открываю в фотошопе, потому что форстон он обычно не видит у меня. Если вы знаете какой-то классный вьювер для XR, то можете предлагать. Вот, я покажу в фотошопе. У меня есть и XR.io плагин, который видит хорошо к зерке. Вот, запеклось, вот тут понятно будет бах такой, потому что длинные волосы. Но факт в том, что запекается, видите, вся прическа с шейдером прям как есть. А вот, и каждую карту, если открывать, то мы увидим альфу и все остальные карты. Вот, как видите, ничего сложного. Как-то так. А запекается это все дело. Occlusion, Normal, Height Map. Я не знаю для чего она нужна, но ее можно использовать там для своих задач. Градиент, Flow Map для блеска. Кстати, я настраиваю. Суть в том, что я карту настраиваю. Оставляю лишь цвет и там на маку и спекулярую. Все, больше ничего не использую, потому что по сути не вижу смысла, так как это подложка, тем более бритоголовая. Каким-то таким вот образом происходит запекание в кайфорум. И это все, что я хотел показать в данном видео. Надеюсь, оно было вам полезным. А если есть вопросы, задавайте. Как видите, ничего сложного здесь нет. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok